Да, в Херсоне за снос мафов, это киоски небольшие, и гаражей взялись серьезно. Вот смотрите, видите, демонтируют стенку гаража, другие стенки, и машина осталась вот так вот стоять, было в гараже, а осталось стоять просто так. И все, хозяин, видать, не откликнулся, и Марко Митсубиси, видите, дорогая машина, это вроде где-то за фрешем по Кулика, там вот где находится. И вот так вот они дают репортажи об этих всех демонтажах, смотрите, был гараж, осталась машина. И вот так вот, там еще другие капитальные гаражи, вот видно, видите, а это, видать, был притулин гараж так. И довольно-таки по городу идут кругом вот эти сносы, тут вот где не посмотришь, вот еще что-то демонтируют, расчищают зеленые зоны, тротуары, вот еще один гараж, вывозят, смотрите, грузят. Ну, одним словом, круто все идет с этими демонтажами. А вот что удивило мне, жалко немножко, помните, этот возле ЦУМа, который вот этот вот киоск-комплекс стоял, тут их было несколько, и там и кофе люди пили, и сигареты продавались, билеты, и он простоял 20 лет, и его таки убрали вот этот весь комплекс, аж не верится, что, видите, ничего там не осталось. К нему уже люди так привыкли, и довольно-таки он неплохо выглядел. Тут, если посмотреть, вот так вот, видите, там были вот эти все столики и все остальное. Вот это уже начали демонтировать, но это было 1 октября, вот этот демонтаж происходил, 2021 года. Так он, как-то все к нему привыкли, видите, вот этот комплекс стоял на этой улице. Ну, тротуар достаточно тут широкий оставался, чего бы уже не стоять. Сделали бы ему двойную арендную ставку за землю, за центр города, и пускай бы он дальше работал, и оформить ему документы. Как-то немножко жалко вот это все, когда такой вот этот комплекс ушел в небытие. Там и мороженое летом, и продавали, стояли сбоку холодильные витрины, и так с киоска. Видите, все меняется, все вот так вот течет. Ну, там были решения судов, там по разным объектам, то можно сносить, то нельзя, то нужно ждать. И там не поймешь, кто прав, кто виноват с этим всем. Ну, тут вот смотрите, еще один, это 12 ноября, я тоже шел, как-то видел, что вот это они демонтировали. Вот это тут недалеко улица Кулика, вот это первая пятиэтажка, и тут такой кофе этот стоял, киоск. И вот они его демонтировали. Шустро это все происходит, быстро. Когда, видите, хотят навести порядок, то тогда у них все получается. Но еще они вот хотят убрать, помните, было наливайка, новый день, а на ее месте сделали вот такую пекарню. Ну, тоже, смотрите, места для тротуара достаточно, видите, тут красиво люди все вот это оформили. Вот так вот, и там рабочие места, и хотят тоже там, может, ее снести, тоже как-то жалковато вот это все. Ну, что тут поделаешь, надо все оформлять своевременно. Вот так вот город преображается, а другие пишут, видите, как снос алкобарышного ларька в Херсоне, тот, что возле ЦУМа. Власть молодцы. Не получилось отстоять нормальных ребят у одного персонажа. Вот такой комментарий. Ну, все должно быть по закону, но с другой стороны, когда труд вложен, это жалко. Надо как-то искать какой-то компромисс, чтобы люди могли дальше работать. Ну, просто за центр города тут действительно повысить им просто было паренду, ну и ставку, да и все. А вы что думаете по этому вопросу, напишите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!